Ну, собственно, при плановых работах по периодическому техническому обслуживанию салон воздушного судна выглядит именно так. Вся начинка на виду. Як-42 залетел на плановый ремонт. Его электроника, механика и гидросистема должны работать на все 100 уже до июня. В рамках Мундиали мы будем заниматься наземным обслуживанием прибывающих воздушных судов, как отечественных, так и иностранных авиакомпаний. Также одним из вариантов нашего бизнеса будет обслуживание бизнес-джетов, в частности иностранных авиакомпаний в наших ангарах. Трудно и представить, какие площади нужны, чтобы вместить хотя бы один пассажирский лайнер, а здесь их несколько, от Як-42 до Суперджета, поэтому одного ангара уже мало. Два ангара, десятки самолетов и порой до сотни специалистов. Привычный рабочий процесс. Сейчас на ремонте лайнеры и вертолеты. Самая стойкая, фюзеляж, менее прочны их салоны. Кронштейны гнем, гнем различные детали, рубим, катаем, прокатываем. Для обустройства салонов создан специальный цех, где детали превращаются в полноценный интерьер самолета. Бизнес и эконом-класса из пластика, алюминия и кожзама. Все, что включает интерьер, то есть стеновые панели, половые панели, потолочные панели, модульные изделия, кухни, туалеты. Производство продолжится, ремонт пока завершат. В компании готовятся к новым международным рейсам. До июня в ангарах освободят место для рейсов Мундиаля. Рамиль Шайдулин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова